Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусного дрожжевого безопарного теста. Тесто делается очень быстро, просто, а пирожки получаются замечательные, вкусные, нежные, мягкие. В этом вы увидитесь, когда посмотрите это видео. Тесто действительно делается очень быстро. Обычно я его делаю накануне вечера. И в ночь оно у меня лежит в холодильнике. А с утра уже можно печь пирожки. Так вот быстро и просто. Поэтому давайте мы сегодня с вами сделаем это тесто. Испечем вот такие замечательные пирожки. Причем печь их можно с любой начинкой, как сладкой, так и без сладкой. Итак, давайте печь пирожки. Нам понадобятся кефир, свежие дрожжи, 3 яйца, маргарин, у меня уже растопленный, сахарный песок, мука, я ее уже тоже просеяла, и немного соли. Дрожжи мне нужно растворить в кефире. Для этого я предварительно их так вот раскрашу, залью кефиром. Кефир у меня, конечно же, комнатной температуры. И все хорошенечко размешаю, так, чтобы дрожжи растворились. В миску добавляю 3 яйца, посолю, добавлю сахарный песок и хорошенько с помощью вилки все перемешаю. Теперь добавляю растопленный маргарин и снова перемешиваю. Вливаю перемешанные с кефиром дрожжи, перемешиваю. Вместо кефира, кстати, можно использовать либо простоквашу, либо сыворотку. И теперь постепенно, порциями начинаю добавлять муку. У меня она уже заранее просеяна. Продолжу месить тесто на столе, подсыпая понемногу муки, до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто получится должно мягкое, нежное, оно еще как бы тянется к рукам, но уже к ним не липнет. Тесто может показаться излишне мягким, но когда оно полежит в холодильнике, маргарин застынет и тесто станет плотнее. Поэтому мое тесто готово. Я его еще слегка обсыплю мукой, положу в миску, накрою пищевой пленкой и ночь она у меня проведет в холодильнике. Ну вот, мое тесто провело ночь в холодильнике, оно там поднялось, стало плотнее. Я его еще слегка помну руками и можно приступать к формированию пирожков. От теста отрежу небольшой кусочек, поделю его на кусочки такой величины, какой хочу получить пирожки. Пирожки делаю обычным способом. На подпыленной мукой стол кладу кусочек теста, раскатываю в лепешечку, кладу начинку. Начинка может быть любая, сладкая, не сладкая. Сейчас я кладу, у меня начинка картошка с грибами и с луком. Защипываю края хорошенечко. Вот так вот. Можно придавать пирожку округлую форму или продолговатую. Я решила округлить мой пирожок. И швом вниз буду выкладывать на противень, застеленный бумагой для выпечки. И точно так же продолжаю делать остальные пирожки. Вот такие пирожки я налепила. Накрою теперь их полотенцем, поставлю в теплое место подниматься минут на 20. Но это я сделала только половину теста. Поэтому в вторую половину теста я хочу сделать пирожки со сладкой начинкой. Это у меня будет брусника с сахаром. Поэтому я продолжаю формировать пирожки. Точно так же раскатываю кусочек теста в лепешку. Кладу замороженную бруснику. Она у меня еще не растаяла. Посыпаю сверху сахаром. Защипываю края хорошенечко. Придаю уже более продолговатую форму моему пирожкам. И выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Вот так выглядят мои пирожки с брусникой. Я их также поставлю на расстойку минут на 15-20. После того, как пирожки поднялись, я смажу их желтком. И буду выпекать в духовке при 180 градусах до готовности, до румяности. Вот такие пирожки у меня получились. Получается их достаточно много. Они красивые, румяные, аппетитные, ароматные. В общем, настало время их попробовать. И посмотрим, как получился пирожок внутри. Я его надломаю. Тесто хорошо пропеклось. Начинка сочная, не потекла. В общем, вкусный пирожок. Действительно быстро и просто готовится тесто. Получаются хорошие мягкие пирожки, нежные. Поэтому советую попробовать. Желаю вам приятного аппетита. Всего самого доброго. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»